здорово сегодня я расскажу вам о супер секретной штуки которая есть только в камере sony она называется dro это автоматическое расширение динамического диапазона а точнее его оптимизация она высветляет тени достает оттуда информацию картинка ваша становится даже сохраненная в jpeg просто мега крутой но для начала немного теории на самом деле режим dro внедренный компанией sony является действительно уникальной штукой к примеру если вы снимаете в raw формат то в принципе вообще без разницы какие режимы у вас будут стоять стиль изображения пост обработки на самом компьютере вы можете равра файле поднять тени и опустить цвета изменить баланс белых без потери качества картинки но представьте что к примеру вы снимаете в jpeg либо вы снимаете видео и вы не можете на этапе самой съемки расширить динамический диапазон за счет поднятия светов и опускания теней на самом деле можете если у вас камера sony потому что в ней есть как раз именно этот замечательный режим dro dynamic range optimizer который оптимизирует динамический диапазон высветляет тени и по сути дела снимает даже в jpeg а я снимаю иногда в jpeg вот к примеру некоторые кадры снятые в jpeg в которых я еще немножечко подкрутил сам стиль изображения я в основном стараюсь снимать не в стандартный режим потому что стандартном режиме опять же из-за супер широкого динамического диапазона на камерах sony много-много информации попадает в кадры картинка становится ну слишком давайте скажем такой малоконтрастный и чтобы этот контраст повысить я как раз использую стиль изображения vivid colors в таком режиме контраст увеличивается на становятся более насыщенные цвета но опять же за счет повышенного контраста если к примеру вы будете снимать в контровом освещении либо в каком-то жестком свету у нас будет картинка в тенях уходить настолько в недоэкспонированные участки что скорее всего многие важные объекты которые находятся в тенях не проэкспонируются и как раз dro позволяет вам эту информацию из теней достать сделать тени намного более светлыми и тогда джипеги становятся просто какими-то бомбезными они начинают становиться похожими на картинки по динамическому диапазону как на айфоне знаете что на многих сотовых телефонах есть искусственное расширение динамического диапазона за счет создания маски на светлых участках если к примеру я возьму айфон и наведу айфон на темный участок скорее всего небо высветлится потому что она является сейчас не приоритетным и динамический диапазон сейчас в кадре достаточно низкий мне нужно будет клацнуть на небо что произойдет айфон затемнит небо но при этом также он высветлит нижнюю часть экрана если обратите внимание то при первом клике у нас нижняя часть экрана совсем уходит в карамешную темноту а потом начинает немножечко высветляться как это работает если мы возьмем с вами классическую кривую того кадр который у нас получился именно линейную кривую сверху у нас находится света снизу тени то изменение яркостей происходит строго линейно от самого темного до самого светлого участка но так как небо находится намного в более ярких диапазонах яркостей наша кривая на айфоне она искривляется но искривляется она не по какой-то плавной траектории а происходит некий срез этот срез происходит строго по маске яркостей который проходит строго по skyline таким образом яркости немножечко опускаются и в одном кадре мы можем запечатлеть достаточное количество света в светах и света в тенях без пересветов и без переэкспонированных участков у нас есть камера а вот у нас есть инна и она нам сегодня будет помогать настраивать я буду камеру sony a7 r3 на самом деле я практически все свои съемки конечно же делаю в раф но вот иногда позволяю себе немножечко снять я немножечко шалю и сегодня мы также поснимаем jpeg если к примеру вы снимаете репортаж и ки абсолютно нету никакого смысла фигачить в 42 мегапикселя лучше всего поставить широкий динамический диапазон и у вас получится просто идеальная картинка на выходе так для начала давайте настроим камеру первое самое главное это конечно же dro клацаю на нее давайте посмотрим опять же у нас яркость неба высокая яркость земли очень низкая когда я включаю dro без изменения яркости неба у меня высветляются тени это очень хорошо видно все тени становятся более проработанными окей погнали для начала давайте сделаем несколько кадров без включенного dro режима и вы увидите то что в контровом свиту картинка получается очень провальная у меня просто и на становится темненькой темненькой давайте теперь я включаю режим dro и джипеги у меня становится все совсем по-другому яркости теней высветляются и уже с таким рисунком ну в принципе можно жить беги вон туда отлично останься здесь опять же очень круто работает расширение динамического диапазона у меня хотя бы не уходит тотальный пересвет цвета давайте посмотрим что будет если я этот режим выключен с выключенном состоянии все мрак темнота абсолютно ничего не видно ему нужно будет чем-то дополнительным подсвечивать это не совсем удобно кстати говоря регулировать dro уровни вы можете также через меню здесь есть 6 различных вариантов это dro автоматический он автоматически анализирует все яркости старается выбрать максимально оптимальные значения но я люблю снимать всегда в level 5 это максимальное высветление теней у нас конечно же картинка становится менее контрастной и вот для ее восстановления мы используем с вами vivid colors тот режим который дополнительно накидывает большую контрастность и насыщенность на цвета а давай носик ты нам повернешь налево и голову назад закинешь и прям ручки потяни тоже назад ага класс здорово-здорово ага и грудь тянешь вперед да 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 отлично еще 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 есть подводя итог можно сказать что функция dro будет полезна для тех кто снимает в джипег и не хочет заморачиваться с постобработкой в раф формате ну либо если вы снимаете видео и также не хотите мудохаться с гаммами и с логами к примеру это видео снято как раз в dro 5 ступеней и еще я прикрутил профиль vivid colors для того чтобы картинка стала чуть более контрастный и насыщенный ваша активность опять же покажет мне насколько такие видосы вам заходит и я буду писать какие-то новые более прикладные с точки зрения съемок постановки света и так далее обязательно поставь лайк подпишись на канал и загляни ко мне на патреон канал потому что там дофига новых backstage видео с моих прошедших съемок будет много всего интересного до новых встреч пока